...последовательность из чисел от единицы до b минус один, который является квадратом, то есть просто квадратом. Кроме нуля. Кроме нуля. Мы знаем, что квадратов стоит половина, если опять несчастный нуль не считать. Ну вот вопрос, как эти вычеты распределены, как они, могут ли они, например, как-то притягиваться друг к другу, или наоборот, они разрежены, что я имею в виду. Давайте рассмотрим вот этот вот отрезочек натуральных чисел от единицы до b минус один, и будем на месте, где есть квадратический вычет, писать, скажем, единичку. А где его нет, писать можно. И вот у нас получается такая последовательность из нулей и единиц, хотя это уже несчастный нуль есть, не знаю, что на ней писать, давайте. Вот. И вот что за свойство этой последовательности? Математики верят, что эта последовательность, это случайная последовательность. То есть если я возьму какое-то очень большое b и посчитаю все квадраты, и опять же, на каждом квадрате напишу единичку, а на мир квадрата 0, то эта последовательность, нулей и единиц, она ведет себя очень случайно. Но что такое случайность, надо определять. Ну, например, ясно, что случайная последовательность не может изучить себя вот так. Она не может жить на одной половинке, а на второй половинке не жить. Это не случайная последовательность. Правильно? Ну, вот, кстати, современная математика может доказать, что квадратичные вычеты вот так вот сюда не ведут. То есть не живут на одной из половинных отрезков, но я готовлю посадить. Вот. Ну, теперь, значит, формальный вопрос, который здесь и есть, вопрос про размер максимальной дырки. Максимальная дырка. Ну, что это такое? Ну, вот, у нас есть последовательность 0 и 1, и 1 дырка, это когда у нас есть 1, и 1, то есть 2 вычета, а между ними все сплошь идут и вычеты. Самая дырка, это, так сказать, дырка самой большой постоянной. Какова же максимальная дырка с x? Ясно, что я с последовательности случайно, то, наверное, дырка-то не может быть очень большой, правильно? Правильно? Сегодня мы докажем... Так, это значит, как вопрос про величину d от b. Размер максимальной дырки обозначается d от b. Это очень сложная задача, современная математика может доказать только такую оценку, это диорема Бёрджиса. Бёрджиса. Тиорема Бёрджиса говорит нам о том, что размер максимальной дырки в вычетах примерно ведет себя как p в степени 1,25, а в степени 1,25, плюс производная малая лексия. Давайте обращайтесь внимательно на эту лексию, он, в общем, тестит метр на 10. В частности, результат Бёрджиса говорит, что квадратичные вычеты не могут концентрироваться на одной из половинок отрезка 0 до b-1, потому что тогда размер дырки будет примерно как палах, правильно? А утверждается, что длина максимальной дырки по степени отращивания. Это наилучший результат на сегодняшний момент. Доказан он примерно в 60-е годы и с тех пор не двигался. Еще один вопрос здесь, может быть, даже более простой, это минимальный квадратичный не вычет. Вопрос про минимальный квадратичный не вычет. Давайте я делаю это. Минимальный квадратичный не вычет. Это тоже вопрос про случайные свойства последовательности вычета. Значит, мы знаем, что единица это вычет, правильно? Потому что 1 в квадрате это единица, то есть единица является квадратом. Минимальный квадратичный не вычет это первый момент, когда у нас появляется, если считать слева направо, когда у нас появляется не вычет. То есть, иными словами, минимальный квадратичный не вычет это вот что такое, мы начинаем с единицы где-то вычет, дальше смотрим, идут ли вычеты, 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 и вот первый момент, когда появился не вычет, это и есть минимальный квадратичный. Понятно, да? Первый момент, когда последовательность вычетов меняется на не вычет. Минимальный квадратичный не вычет это тоже классическая задача в теории чисел. Величина минимального квадратичного не вычета обозначается n от p, потому что это слово нет. И современные оценки, которые приближают тоже Бёрджису, выглядят еще забавнее. Значит, вот эту 1 четверть, которая здесь имеется, нужно умножить на корень из е. E, это замечательная математическая константа, поделить на 4. То есть, про минимальный квадратичный не вычет, потому что это как бы дырка с началом в единице, правильно? Это максимальная дырка с началом в единице. Это более простой вопрос, да? Не определенно, это вообще максимальная дырка, а только размер дырки с началом в единице. Вот, на минимальный квадратичный не вычета оценка сильнее, да? На корень из е, в корень из е раз, чем на вот, на вот, причину, да? Я не понял, дырка, она же из нулей, а здесь, наоборот, из единиц. А, ну да, формально правильно, но мы считаем, что и последствий нулей, и последствий единиц, они не случайны, поэтому можно считать... Можешь заменить единиц, нули, нули, единиц, или вот, как и на то же вопрос. Если это сделать, если считать максимальную дырку среди нулей, то будет такая же оценка, такая же причина. И здесь тоже самое. Сегодня мы не докажем теорему Мюржеса, и вот эту теорему не докажем. Но мы все-таки сегодня получим нетривиальную оценку на минимальный квадратичный не вычет. Мы докажем, значит, наша теорема. На самом деле у нас уже все готово для нее почти. По модулям в прошлый раз. Долги какие-то у нас были. Модуль гауссовой суммы. Модуль гауссовой суммы, да. И сегодня мы докажем оценку 2√b. Современные теории жизни, современные квитографии, простые, с которыми, так сказать, происходит манипуляция, примерно 10 в сотый. Модуль гауссовой суммы, это значит 10 в пятидесятый. Поэтому умножать Модуль гауссовой суммы на 3 не очень важно. Величины тут, так сказать, совсем другие по масштабу.